Детская библиотека номер 9 округа Майская горка предлагает послушать рассказ Александра Воинова «Отважные», посвященный юным партизанам. Ежегодно 29 июня отмечается День партизан и подпольщиков. В этот день, 81 год назад, ровно через неделю после начала Великой Отечественной войны, была опубликована совместная директива Совета народных комиссаров и Центрального комитета Всероссийской коммунистической партии большевиков. По историческим данным, партизанское движение и действия диверсионных групп внесли огромный вклад в успешное завершение Великой Отечественной войны. В глубоком тылу врага более миллиона партизан рисковали своей жизнью во имя общей победы. В состав многих партизанских отрядов входили мужчины, старики, женщины, подростки. Слушаем рассказ «Отважные». Штабу партизан стало известно, что на ближайшую станцию прибыл из Германии 30 платформ сена. Странное дело, удивился командир отряда Колесник. Обычно фашисты забирают сено в деревнях. Тут что-то не так. Надо пойти в разведку. И вот к станции отправилась небольшая группа разведчиков. Добравшись до холма, партизаны увидели, что на путях действительно стоят платформы сена. Поджечь бы сено, вслух подумал Колесник, и посмотреть, не спрятано ли под ними что-нибудь. Однако подойти к станции было невозможно. Она была окружена дотами, а вдоль вагонов ходили часовые. Вдруг из леса на дорогу вышла тощая корова. Ее гнали два паренька. Ребята направлялись к станции. «Зачем они гонят корову на станцию?» – удивились партизаны. «Там у них все равно отберут». Тут у Колесника возник один план. Двое партизан нагнали ребят и провели их к командиру. От страха мальчишки даже побросали свои хворостины. «Не бойтесь, ребята, мы вам ничего не сделаем». «Ну да, вы корову отберете. Вы партизаны, и вам есть нечего». «Вот и ошиблись», – улыбнулся Колесник. «Хотите, я вас салом угощу?» И он протянул ребятам толстый ломоть хлеба с салом. Мальчишки смутились. У ребят оказалась бумага, выданная старостой. В ней говорилось, что Семен Бушуев и Василий Ломакин должны доставить корову гарнизону на станцию. Выяснилось, что ребята вели корову на станцию впервые. Никто их там не знал. Пока все шло как нельзя лучше. Колесник отправил ребят вглубь леса, а одного партизана послал в лагерь. «Помни, Куликов, все зависит от того, как быстро ты вернешься». Куликов засунул приказ в карман и побежал к лагерю. Уже перевелило за полдень, когда он добрался до лагеря и передал помощнику командира приказ. В отряде было двое юных партизан – Коля и Витя. Они давно мечтали стать разведчиками, но пока Коле поручали только уход за конями. А Вите приходилось помогать повару на кухне. Помощник командира вызвал ребят и объявил им, что они пойдут в разведку. Но в чем заключается задание, им пока не сказали. Витю, Колю посадили на лошадей, вскочил с седло и Куликов. «Поехали!» – скомандовал он. Через час Куликов и мальчишки выехали на поляну, где их с нетерпением ждали Колесник и остальные разведчики. «Вот какое дело, ребята!» – начал Колесник. «Его план заключается в следующем. Коля и Витя, переодеты в одежду пастухов, должны отвезти корову на станцию. Проходя мимо платформ, они незаметно бросят в сено спичечный коробок с взрывчаткой». «Вот этот коробок!» – сказал Колесник. «Через час с момента заряда он взорвется. В случае опасности выбросьте его в кармане, не держите». Ребят переодели, снабдили документами. «Корова покорно плелась к станции, погоняемая пастушками. Мальчишки молчали. Страшно было идти по незнакомой дороге, в чужой одежде, с чужими документами, прямо в руки к врагу. Партизаны напряженно следили за ребятами. Маленькая ошибка, и они могут погибнуть. «Вот Коля и Витя подошли к шлагбауму. Хальт!» – остановил их окрик часового. Коля протянул документы. Часовой долго вертел бумагу. Все поплыло у Коли перед глазами. Наконец немец, видимо, ничего не поняв по-русски, признал документ удовлетворительным. Шлагбаум заскрипел и стал медленно подниматься. Ребята погнали корову дальше, как и было условлено, к платформам с сеном. И вдруг, в одно мгновение, весь их детально разработанный план разлетелся в дребезги. На переезде появился другой солдат. Он схватил корову и потащил ее в другую сторону, совсем противоположную той, куда направлялись ребята. Из здания станции вышел офицер. Он подошел к корове и брезгливо осмотрел ее. «Шулик!» – закричал он. «Скажите, староста, что я бить палка за такой дохлый коров!» Теперь Коля и Витя ничего не оставалось делать, как повернуть обратно. И вдруг Коля обернулся. «Господин офицер, мы целый день ничего не ели! Дайте кусочек хлебца!» Офицер приказал принести ребятам хлеб. Жадно схватив кусок, Коля быстро пошел вперед. Растерянный Витя бросился за ним. Вдруг он услышал. Колин шепот. «Отними у меня хлеб и беги к вагонам!» Рассуждать было некогда. Витя подскочил и стал вырывать хлеб из Колиных рук. Завязалась драка. И снова Коля настойчиво зашептал. «Беги, беги!» Тебе говорят, беги! Схватив хлеб, Витя бросился бежать. «Ах так!» – закричал Коля и кинул в него камни. Потом еще несколько камней полетело Витя вслед. На Витиным пути внезапно возник часовой. «Хальф!» – остановил он мальчика. Час подбежал Коля, и ребята снова сцепились. Их разняли. Часовой дал обоим по крепкому подзатыльнику, перевел через переезд и приказал скорее убираться. «Ты что, с ума сошел так драться?» – спросил Витя, когда они отошли от переезда. «Ничего!» – усмехнулся Коля. «А знаешь, где коробок?» «Где?» «Я его вместе с камнями закинул в сено!» Витя ошалело посмотрел на товарища. Охнул и сразу забыл обиды. Ребята быстро зашагали к холму. «Спасибо, ребята!» – сказал колесник, услышав их рассказ. «Вы настоящие разведчики!» Теперь оставалось только ждать, когда взорвется коробок. Время тянулось медленно. Но вот яркая вспышка озарила небо. Пламя быстро поползло по сену. И через несколько мгновений вся платформа превратилась в пылающий костер. Солдаты бросились растаскивать горящее сено. Под сеном на платформах стояли танки. «Танки!» «Вот мы и открыли их секрет!» – сказал колесник. «На 30 платформах 30 танков. Надо радировать в штаб фронта. Пусть высылают бомбардировщиков». Теперь можно было отпускать задержанных пастуков. Колесник дал им письмо к старости, в котором было написано, что ребят задержали партизаны. А партизаны направились в свой ладик. В течение достаточно долгого времени партизаны не имели своей собственной награды. Однако, понимая их вклад в дело разгрома немецко-фашистских войск, военный совет СССР принял решение об учреждении медали партизану Отечественной войны. Указ об учреждении этой медали был подписан 2 февраля 1943 года. Медаль имела две степени отличия – первую и вторую – и предназначалась для награждения советских партизан, которые отличились в вооруженной борьбе, развернутой в тылу гитлеровских войск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!